Налоги и льготы для транспортных компаний, создание придорожного сервиса, инфраструктуры, техническое обеспечение. Эти и многие другие вопросы обсудили сегодня участники первого съезда дальнобойщиков Якутии. Его организовали по инициативе самих дальнобойщиков в первую очередь для диалога с властью. К чему пришли делегаты по итогам встречи, расскажет Марьяна Кутукова. 77% объема грузоперевозок в Якутии приходится на автомобильный транспорт. Сегодня, чтобы поговорить о своих правах, из 2000 дальнобойщиков республики приехали более 300 делегатов. Главный вопрос, к которым приехали дальнобойщики, является работа системы Платон. По их словам, расстояние федеральных дорог Якутии не соответствует требованиям системы. В зимнее время более-менее, а летом, по Вилюшскому тракту, летом 200 км в день, которые по федеральным дорогам люди проезжают за три часа. А мы не за 8 часов, которые Тахогоров требует, а за день, за 14 часов 200 км получается. И при этом еще машину убиваешь. И после этого остается денег, и на Платон не остается. К слову, совершенствование техники в условиях Арктики тоже стало одной из важных тем. В качестве предложения для решения этой проблемы участники говорили о возрождении советской программы «Техника Севера», согласно которой государство выделяло бы субсидии дальнобойщикам для доработки техники. Перевоз к обеспечению транспортной доступности самых удаленных наших населенных пунктов – это все-таки государственная задача. И, соответственно, государство должно это дело обязательно стимулировать. Поэтому мы предлагаем возродить те элементы программы «Техника Севера», которые в нынешних условиях обеспечат оптимизацию этих расходов. Во время съезда состоялось два круглых стола и пленарное заседание. Много вопросов поступило по улучшению дорожных сетей республики. Также по итогам опроса дальнобойщики поставили вопрос о создании придорожного сервиса. Практически 95% наших дальнобойщиков просит построить заправку в селе Тополина и Тампонского района, например. Пункты питания в районных центрах, особенно в северных районах. Это касается Зырянки, Среднеколымска, гостиницы, например, село Батагай просит шиномонтаж. Техническое обслуживание тоже просит обустроить именно в северных районах, в селе Сасыр, например, Момского района. Ну и, конечно, просит расширить деятельность казенного предприятия «Дороги Арктики». Эти и другие предложения включены в итоговую резолюцию съезда. Отныне площадка для дальнобойщиков Якутии будет работать раз в три года.